Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжается наш огородный сериал. Вот сейчас открыла тоннели. Погода у нас изменилась. Уже плюс 10 на улице. Хотела посмотреть температуру. Вот. Температура у нас сегодня 22 градуса в тоннеле. И что интересно, хочу рассказать про свечки. Магазинная свеча одна почему-то потухла, вообще не стала гореть. Некоторые прогорели до такой степени, что даже вот, видите, как я втыкала туда с углублением. Остались только углубления. И вот этот воск, который впитался вокруг в землю, здесь пахнет так вкусно, знаете, чем с этим копченым салом. Вот эти все кайфы. Привкус копчености витает во всем тоннеле. Была же здесь, потому что еще масляная свечка, которую по рецепту интернета мы сделали. Маслом залить там свечу, в кастрюльке сверху накрыть. Все это мы сделали, но она почему-то потухла. Но мы еще, вероятно, не очень сильно хорошо умеем их делать, не приспособились. Надо их поставить на поток, года два-три попробовать. Ну, хоть и пишут там, что ничего не вызовет, все замерзнет. Конечно, им здесь не легко пришлось во время этого, как сказать, вот этого похолодания, вот этого снегопада. Но первый признак, самый верный, по которому я узнаю уже в течение многих лет, что здесь, ну, такая атмосфера, пригодная для жизни, это массовое появление сорняков. Видите сорная трава? Сейчас я на другую коленку встану. Если сорная трава начала всходить прям кучами, ну, там и дальше, ну, вам уже не видно будет, но я-то своим зорким глазом вижу, что по всей длине вот этого тоннеля всходят маленькие сорные травинки. Там, где сорным травинкам приемлемые условия, там везде может выжить томат. Я уже про это говорила в теплице, что как узнать, что пора в теплице сеять, например, первую зелень или там что-то еще высаживать? Это по сорнякам. Если сорняк всходит, растет и не замерзает, значит, там может жить и культурное растение. Ой, как вкусно пахнет, отсюда неохота вылазить. Тут так тепло, пахнет соленым, ой, этим, копченым салом. О, для меня, что я наполовину хохлушка, для меня этот запах кажется таким родным. Сало. Ладно, все, до свидания. На этой позитивной ноте закончу. Сейчас два дня у нас будет теплынь неимоверная, завтра 24 даже передают. Вот эти качели поражают, убивают, ошеломляют некоторых людей. Вчера мы играли в снежки, сегодня я хожу опять раздетая, даже с голыми ногами в шортах. Завтра будет 24 градуса. Я потом вам буду на улице какой-нибудь ролик снимать и посмотрите, как у нас хорошо и тепло. Сейчас улицу показать не могу, потому что я... Половина туловища у меня торчит в тоннеле, сзади только... Ну, на улице только задница. Все, до свидания. Пока мы все живы-здоровы. Вашими молитвами все это прошло удачно.